Доброго времени! Данное видео не более чем простая демонстрация работоспособности прекраснейшего не побоюсь этого слова хай-энд кассетного плеера Walkman Sony WMFX2 модель мы видим какой премиальный чехольчик дошел до нашего времени с тех времен в котором хранился этот плеер вот он сделан и так элегантно под кожу логотип Sony на вот этом фиксаторе золотом блестят буквы, красивое такое тиснение под натуральную кожу в общем-то сам этот чехольчик редкость по себе ну и плеер в отличнейшем косметическом состоянии весь такой глянцевый красивый дорогой, элитный представительный необычная вертикальная загрузка кассеты вот состояние внутри магнитной головки прижимных роликов в общем-то все как будто новый аппарат также наличие вот этого съемного контейнера для питания этого плеера от стандартной пальчиковой батарейки вот так этот контейнер выглядит плеер может питаться либо от батарейки отдельно от такой либо от плоского аккумулятора который вставляется сюда в батарейный отсек либо совместно вместе со съемным контейнером от батарейки а аккумулятора таким образом время автономной работы этого плеера практически утраивается то есть в районе наверное 30 часов от самого же аккумулятора плеер может работать порядка 12-14 часов если полностью полностью заряжен этот аккумулятор вот такая блокировка предусмотрена здесь сосредоточены все кнопки управления радиоприемником встроенный радиоприемник из особенностей новаторских это прием в средневолновом диапазоне в стереовещании при присутствии соответствующих при наличии соответствующих условий это станция вещающая в AM стерео Amplitude Modulation была такая вот в 80-х в конце 80-х в начале 90-х годов тема стереовещания в средневолновом диапазоне но для этого нужно было во-первых принимающие устройства способные делать прослушивание в стереорежиме таких радиостанций во-вторых радиостанций соответствующие сейчас такого насколько мне известно нет ну и управление лентопротяжным механизмом саму включим радиоприемник ну сама сам провод от научников является антенной здесь есть фиксированные радиостанции регулятор громкости дает помехи лампа подсветки но в целом если отключить эту лампу то в общем-то можно слушать радиоприемник настройки радиостанции осуществляется следующим образом здесь я отключу радио здесь ну собственно нужно было громкость меньше сделать сейчас снова включим радиоприемник сделаю меньше громкости вот кнопочки потайные тюн плюс и тюн минус находятся в середине под крышкой кассеты таким образом мы можем менять частоту вот сейчас я на тюн плюс то есть увеличение частоты и также можно внести в ячейки памяти если есть в этом необходимость в общем достаточно просто главное знать наличие этих кнопок в крышке куда вставляется кассета и вставлю соответственно кассету для того чтобы услышать звучание с кассеты воспроизведения вот нажимаем добавлю громкость поближе поднесу наушники прямо к микрофону камеры чтобы услышать что звучит это поиск треков когда мы с воспроизведения нажимаем перемотку вперед плеер найдет паузу и включит следующий трек авторевер сработал сейчас воспроизведение в другом направлении происходит паузу каузу 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Похоже оговорился Я вначале сказал, что это FX2 модель Но нет, это FX1 Кстати, выполнена просто премиально Вот это металлические крышки Нет, вот эта сама крышка металл сделана А ввиду того, что здесь в этой части расположена антенна для приема средневолнового диапазона ЭМ То ее сделали из пластика Ну, в общем-то, этот пластик настолько классный и качественный Что кажется, что это металл Но на самом деле металлическая часть только эта в этой модели И это обусловлено не экономией или скупостью производителя Это обусловлено конструктивными особенностями данной модели Для того, чтобы сосредоточить в этой части плату тюнера и антенну для приема средних волн Еще ближе поднесу немножко Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все абсолютно работает Как и должно Кассета немножко шумноватая В общем так Конечно лентопротяжный механизм Работает бесшумно Сейчас вот эти кассеты С бобинками К сожалению иногда Подвержены Такой вибрации Звуковой А вот если нормальную кассету вставляешь Все работает очень тихо Это перемотка вперед Перемотка назад High speed review Ревайнд Перемотка назад Как мы видим все работает тихо Здесь наверное нет записи на этой кассете Сейчас какую нибудь другую вставлю Вот такую простенькую кассету Вставим T-DK Да есть особенность Автовыбор стороны То есть всегда первый Играет в сторона А Благодаря вот этому датчику Который Реагирует на вот эту выемку На ее присутствие Или отсутствие В зависимости от того Какой стороной вставляем кассету Нажимается этот датчик или нет То есть логика плеера Определяет какую сторону Включать первой Для Какую сторону включать первой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 Посмотрим, как он найдет следующий трек Разумеется, при наличии паузы не менее чем 4 секунды между треками Вот, была обнаружена пауза Включилось воспроизведение И сейчас будет играть следующий трек Скорее всего, это окончание паузы На другой стороне попробуем найти следующий трек Включим воспроизведение Это было окончание предыдущей стороны И там, в общем-то, был недописанный кусочек Да, вот сейчас была найдена на другой стороне паузы И также можно отмотать назад Также мы можем вернуться к началу этого трека Нажав при воспроизведении Наверное, пауза коротенькая была Поэтому не сработала при перемотке назад Поиск паузы Продолжение следует... В общем, аппарат был тщательно протестирован Все режимы работают идеально Все у него работает отлично Звучание просто непревзойденное И я не перестаю удивляться Просто как в таком миниатюрном устройстве Можно было реализовать звук Ну, просто хенд-уровня Ну, с точки зрения кассетного портатива Радиоприемник снова Так, ну... Электроэнергию населенню не вымекали Перший момент шоу Щобудня З 8 до 11 ранку Продолжение следует... Телефон рекламной службы радио НВ. 044-237-0720. Телефон рекламной службы радио НВ. Телефон рекламной службы радио НВ. 044-237-0720. Телефон рекламной службы радио НВ. 044-237-0720. В общем, как мы видим, можно новости слушать, находиться в информационном поле активно. Ну, вот так была продемонстрирована работа. Благодарю за просмотр. Возможно, кому-то интересен или нужен такой аппаратик. Ну, как всегда, слава Украине! Путин хойло! Будьте здоровы, будьте живы! Всем пока!